Привет, это Бородихин. За последние пару лет мы привыкли, когда какую-нибудь очередную новостную дичь подписывают «И это не ИА Панорама». Откровенно выдуманные сатирические новости Панорамы то и дело попадают в новости реальные, когда кто-то из чиновников или СМИ на полном серьезе делится ссылками. Панораму называют фейк-ньюс, но мне этот термин не особо близок, потому что он немного искусственный и одним махом описывает и попытки манипуляций, и простые ошибки, и ложь. А в случае Панорамы мы имеем дело с классической сатирой, которая убедительно встраивается в реальность читателя. Про Панораму нам в Медиазоне писать вроде не доводилось, а вот про другой сатирический проект, действующий на стыке реальности и выдумки, уже не в первый раз. Это я, конечно, про Виталия Наливкина из Приморья, теперь уже легендарного председателя Исполнительного комитета Уссурийского района. Не сидящий сложа руки чиновник решает проблему уссурийцев радикальными и абсурдными методами, дезинфицирует грязное озеро хлоркой, подает горячую воду в дома, разжигая костер под теплотрассой или обезбереживает подозрительную сумку выстрелом из гранатомета. Наливкина смотрит миллионы. До покупки рекламы в его роликах дошла даже не совсем выдуманная политическая партия. Хотя Наливкина как чиновника и человека не существует, границу между реальностью и выдумкой он регулярно переходит. Когда-то по собственной воле, как год назад во время акции за Фургала, когда Наливкин ходил по улицам Хабаровска вместе с протестующими. Когда-то государственная машина замечает самозванца и огрызается в ответ. Исполнителя роли Наливкина в том году арестовывали на пять суток, когда полиция озаботилась распространением недостоверной информации. В этом году в сутки ареста получила новая героиня роликов, неподражаемая Марина Вульф, которую обвинили в незаконном ношении форумы в образе представительницы МВД. Появление двух ярких сатирических проектов, «Панорама» и Наливкина, стало возможным в очевидных условиях недостатка свободного обсуждения политических и общественных вопросов. А подчеркнутая несерьезность происходящего позволяет как бы отстраниться от возможных претензий. Так-то оно так, но общение подмигиваниями и перестукиваниями — это плохой знак для общественной дискуссии в целом.